Здравствуйте! Вы смотрите Квартальный отчет. Обзор событий в жизни университета во втором квартале 2014 года. Второй квартал был освещен двумя огромными событиями в истории нашей страны. 69-й годовщиной Великой Победы и 73-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. Сегодня эти события трагическим образом приобретают новое звучание и новое значение не только для россиян, но и для всей Европы, для жителей всей планеты. И потому, наверное, в нашем университете в этом году они были отмечены по-особому. 6 мая 2014 года тысячи студентов, учащихся колледжей и лицеев, воспитанников детских садов, преподавателей, сотрудников ДГТУ, ростовчан собрались на площади Гагарина, чтобы массовым исполнением песни «День Победы» отдать дань памяти и бесконечной благодарности героям Великой Отечественной войны, живым и павшим в боях за Родину. Идея организовать в преддверии Дня Победы такое важное и бесплатное, прецедентное мероприятие принадлежит студентам ДГТУ. Вместе с многотысячным хором легендарную песню исполнили губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе Владимир Николаевич Гурба, ректор ДГТУ Виссарион Чухоевич Месхи, ветераны войны и труда. Одна из главных песен страны, победившей фашизм, песня Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы» уже 39 лет звучит в этот светлый праздник со слезами на глазах. А сегодняшнее исполнение по своей массовости вошло в Книгу рекордов России. ДГТУ установил еще один рекорд. Главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов объявил результаты электронного подсчета исполнивших песню. Исполнение патриотической песни 9584 человека подтверждает факт занесения достижения в Книгу рекордов в России, выступая свидетельством общенационального и мирового признания. Я поздравляю вас! День Победы! День Победы! На следующий день, 7 мая, сотрудники и студенты Донского государственного технического университета снова собрались на площади Гагарина, чтобы отметить великий и горький праздник Победы. Земля может накормить человека хлебом, напоить его водой из родников, но защитить земля себя не может. Это долг тех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду и любуется ее красотами. Сегодня наш долг – чтить память тех, кто одержал победу. С праздником вас! С Великой Победой! Артисты студенческого театра университета по-своему поздравили ветеранов. Ни голос скрипок, ни рояли нам не пророчили войны. Передаем важное правительственное сообщение. Словно спрессованные в секунды, перед собравшимися промелькнули годы войны. Юность ветеранов, прерванная огнем сражений на фронтах и победа, возвращение домой. По-особому бережно на этом митинге отнеслись к ветеранам. Ведь их живых свидетелей нашей битвы с фашизмом и нашей победы с каждым годом становится все меньше и меньше. Многие из них буквально год назад были вместе с нами здесь, на этой площади. А сегодня они тут, на портретах бессмертного полка. После митинга ветеранов с почетом доставили в студенческий парк ДГТУ на легендарных автомашинах Победа, выпущенных нашим автопромом сразу после войны, во знаменование Великой Победы. В студенческом парке ветераны, преподаватели, сотрудники, студенты, все, кто пришел в этот день на митинг, возложили цветы к подножию памятника преподавателям, студентам и сотрудникам РИСХМА, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны. На самом деле это страшно, когда сверстники мои, ребята и люди моложе меня, в наших братских странах, по соседству, ну буквально несколько часов езды на автомобиле из Ростова-на-Дону, носят свастику, вскидывают руки вверх, выкрикивают различные лозунги, а самое страшное, что они готовы сжечь людей. Я считаю, что ничего, кроме осуждения, кроме понятного возмущения, эти истории вызывать не могут. И, конечно же, работа наша в том числе в университете заключается в том, чтобы нацеливать ребят на какие-то очень важные принципы гражданского строительства, создавать атмосферу общности некой, некого единства. Мы над этим трудимся, для нас это очень важно, особенно в контексте того, что происходит буквально здесь совсем рядом. В последние дни первого квартала этого года в нашем университете активную работу развернул фонд развития ДГТУ. Это фонд будущих поколений. Это нерушимая, некрушимая база, которая позволит нам развиваться в будущем направлении и поддерживать молодых ученых, молодых студентов, всех людей, всех детей, ребят, молодых ученых, которые хотят развиваться, хотят творить и созидать на благо ДГТУ. Во втором квартале этого года следует отметить также открытие и начало практической деятельности Академии спортивного и социального развития детей и молодежи «Реал Мадрид» ДГТУ. В Донском государственном техническом университете состоялся обучающий семинар в рамках соглашения о сотрудничестве между фондом «Реал Мадрид» и ДГТУ о создании Академии спортивного и социального развития детей и молодежи «Реал Мадрид» ДГТУ. Тренеры провели семинары по методике тренировок. В семинарах приняли участие ростовские баскетбольные и футбольные тренеры, а также ребята – юные баскетболисты и футболисты. По итогам обучения ростовские тренеры получат сертификаты, позволяющие им вести подготовку юных спортсменов. Набор детей от 6 до 11 лет в Академию Реал Мадрид ДГТУ начался. На первое вступительное тестирование претендентов на обучение в Академии спортивного и социального развития Реал Мадрид ДГТУ пришли воспитанники детских домов номер 1 и номер 10, а также ребята из других учебных заведений города и области. Как нам кажется, сформировалось три основных направления развития Донского государственного технического университета. Совершенствование учебного процесса и развитие инженерного образования, идейно-нравственное воспитание молодежи и развитие массового спортивно-оздоровительного движения в ДГТУ. Именно по этому последнему направлению во втором квартале было проведено особенно много интересных мероприятий. Помимо уже упомянутых, это традиционная декада здоровья, рожденный, чтобы быть здоровым, старт в ДГТУ федерального молодежного проекта «Беги за мной», Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая культура и спорт, сервис и туризм», соревнования по мини-футболу «Кубок престижа ДГТУ» и, наконец, Всероссийский Олимпийский день, который фактически подытожил работу в физкультурно-оздоровительном направлении в ДГТУ во втором квартале. Олимпийский день в Ростове-на-Дону стартовал в Донском государственном техническом университете на площади Гагарина. Олимпийские чемпионы Вартересса Мургашев и Николай Спинев провели на площади Гагарина зарядку для студентов, сотрудников и преподавателей университета. В шахматном поединке приняли участие около трех десятков шахматистов Донского государственного технического университета. Это студенты, сотрудники, преподаватели, деканы факультетов. Завершилась комплексная реконструкция спортивной площадки ДГТУ. Теперь на ней новое покрытие мини-футбольного поля. Площадку открыл ректор университета Бессарион Чухович Месхи. Добро пожаловать на обновленную спортивную площадку университета. В рекордно короткие сроки реконструировано мини-футбольное поле Донского государственного технического университета. И сегодня в Олимпийский день уже на новом покрытии проходит открытая тренировка Академии Реал Мадрид ДГТУ. Сейчас ДГТУ это не просто вуз с отличными традициями. Это, можно так сказать, культурный, спортивный центр не только города, но и Ростовской области. А теперь по традиции о тех событиях, которые произошли за время составления квартального отчета. В этом году выпускные торжества в Донском государственном техническом университете начались необычно. Выпускники 2014 года посадили на аллее выпускников деревце Туэ в память об этом замечательном дне. Мы думаем, что оно приживется и будет радовать остальных студентов. Самое важное, скорее всего, это студенческие годы чудесные. Они порой были трудными, порой радостными, счастливыми. Новые друзья, новые знакомства. Спасибо большое ДГТУ за то, что для нас сделает и будет делать в будущем. Я очень рада. А на площади Гагарина уже собрались сотни студентов-выпускников ДГТУ. С ними их преподаватели, наставники, родители, братья и сестры. Все они пришли чествовать лучших из лучших. Тех, кому сегодня на этой прекрасной площади будут вручены красные дипломы о высшем образовании. Сегодня наступает тот час, тот момент, когда вы точно расстаетесь. Но я думаю, что вы сегодня обязательно в своих сердцах скажете спасибо. Спасибо, в первую очередь, преподавателям вашим, те, которые вам дали хорошее образование. Деканам факультета, всему университету. Но я думаю, что вы обязательно скажете спасибо своим родителям, которые вам помогли, дали возможность, чтобы получили это образование. Дай Бог вам здоровья, удачи вам, я люблю вас, обнимаю. Ура! К выпускникам ДГТУ 2014 года обратились почетные гости праздника. Многие из них также выпускники нашего вуза. Я думаю, вы сами будете много лет с удовольствием. Все они нашли в этот день самые сердечные, самые нужные слова напутствия в большую жизнь. Я желаю вам, чтобы вы взяли с собой светлую мечту. И эту мечту помогла вам осуществлять воля, мужество, терпение. Как всегда, с пламенным призывом к молодежи обратился легендарный генеральный директор ПО «Россельмаш», герой социалистического труда Юрий Александрович Песков. Без веры нет жизни. Человек должен верить. Верить не только в Господа, хотя это не мешает. А верить прежде всего в себя, в свои силы, в свои возможности. И всем каждый день, каждую минуту своей жизни он должен это доказывать, независимо ни от чего. Успеха вам! И вот они, эти долгожданные мгновения счастья и победы. Выпускники 2014 года получают дипломы о высшем профессиональном образовании. В этом году дипломированными специалистами в ДГТУ стали почти 3,5 тысячи человек. И сегодня лучшие из них получают дипломы с отличием на площади Гагарина, перед лицом своих товарищей, родителей и гостей торжества. Донской государственный технический университет выпускает специалистов высшей пробы. В 2014 году более полутора тысяч инженеров с дипломами нашего университета начнут работать на благо Донского края и России. В ДГТУ учатся молодежь из многих стран мира. Им тоже вручают сегодня дипломы специалистов. Альма Матер, Донской государственный технический университет, выпускает сегодня своих птенцов в большую, светлую, настоящую жизнь. Что же так затуманилось вдруг? Часть выпуска в ДГТУ 2014! Голуби в небо! Летите, друзья, и высоко несите гордое звание гражданин своей страны. Мы так рады и очень грустно прощаться с любимым университетом. Вы знаете, я, наверное, чувствую радость все-таки. Очень все печально, грустно. Не верится, что пролетели все эти пять лет. Эти пять лет для нас были очень счастливыми. Да, и очень гордимся, что здесь учились. У нас праздник со слезами на глазах. На самом деле, рады, что закончили, но, наверное, грустно покидать стены родного университета. Я очень люблю ДГТУ. Очень-очень. Я получаю знания тут, не зря. Я хочу участвовать в развитии своей страны. Я сильно-сильно этого хочу. И думаю, что этого будет. Я считаю, что в первую очередь надо воспитать человека. Человека, который должен любить, который должен понимать, который должен знать, где он. И суть, вообще для чего на свет этот человек появился, какая задача, предназначение этого человека. А все остальное это дополняет этого человека. Внутреннее состояние это должно быть самым главным. Везде, во всем. Любить окружающих, делать добро, творить добро, и все будет хорошо. Мария Якушечкина, Наталья Шинкаренко, Яков Кардо, Никита Кардо, ДГТУ-ТВ Вручение дипломов об окончании Института сферы обслуживания и предпринимательства филиала ДГТУ в городе Шахты состоялось на сцене Городского драматического театра. В торжественной обстановке получили дипломы 667 выпускников института, а также колледжа экономики и сервиса. Около половины выпускников завершили свое обучение на «Хорошо и отлично». Многие стали обладателями грамот ДГТУ за успехи в учебе, науке, спорте и творчестве. К выпускникам, их родителям и преподавателям обратился ректор университета Бессарен Чехович Мецкий. Вы получаете сегодня диплом. Это очень важно. Поэтому еще раз от меня лично и многодисточного коллектива и преподавателей сотрудников нашего университета поздравляю вас с окончанием учебы и надеюсь, что мы будем снова встречаться и, наверное, многие продолжат учебу, поступят в магистратуру и будет у вас все хорошо. Спасибо вам за все. Добрый путь, дорогие выпускники. Торжественная церемония вращения диплома завершилась исполнением гимна ДГТУ и общим фотографированием, а затем продолжилась уже в неформальной обстановке с запуском шаров и дискотекой под открытым небом. Детско-юношеская спортивная школа Ростова-на-Дону, Грибной канал Дон и Донской государственный технический университет провели переговоры о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области образовательной деятельности. Общее направление сотрудничества – взаимодействие двух крупнейших образовательных учреждений в сфере профориентационной образовательной работы среди спортсменов, расширение возможностей оздоровления студентов и сотрудников университета. Переговоры завершились подписанием соглашения о сотрудничестве. Очень важно то, что дети, которые существуют у нас в школе, могут получить профориентацию и в дальнейшем, благодаря тому, что они, начиная с самого раннего возраста и заканчивая уже свою учебу в университете, смогут полноценно заниматься спортом. И, разумеется, если человек в течение длительного времени занимается спортом, у него будет высший результат. То есть он не будет перебегать с места на место, не будет искать себе других видов спорта, он будет понимать свой жизненный путь. И это важно, и тем более поддержка олимпийских дисциплин и, конечно, в данном случае поддержка Донского государственного технического университета очень важна. Теперь всеобуч в Ростовской области будет не только по плаванию. Комфортно чувствовать себя и в потоках информации поможет программа «Медиа-всеобуч». Одно из основных направлений деятельности нового областного центра медиаграмотности. Его открытие прошло в Донском государственном техническом университете. О том, чем именно будет заниматься центр, на пресс-конференции рассказали министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин, ректор ДГТУ Бессарион Месхи, президент группы компании «Южный регион» Георгий Кудинов и представитель Министерства внутренней и информационной политики Ростовской области Мария Давыдова. Деятельность центра охватит все возрастные группы – от дошкольников до пенсионеров. Главная задача преподавателей центра – воспитать аналитическое мышление и научить критично воспринимать то, что нам говорят с экранов телевизоров и гаджетов. Пока что точных данных об уровне медиаграмотности в Ростовской области нет, но, по мнению специалистов, этот показатель довольно низок. За ближайшие несколько лет его планируется поднять как минимум до 55%. Кроме программы «Медиа-Всеобуч» в центре будут организованы учебные курсы для разных ступеней обучения и курсы повышения квалификации для специалистов. Анна Швец, Никита Кордо, ДГТУ-ТВ Разумеется, это была лишь малая часть событий, которые произошли во втором квартале в бурной жизни Донского государственного технического университета. Поэтому до новых встреч, ведь нам всегда есть о чем рассказать. Субтитры подогнал «Симон»